Держите девушку! Быстро назад! Быстро! Я в подвал! Быстро! Девушку держите! Девушку держите! Аккуратно! Нож дайте мне! Нож дайте мне! Крой! Крой! Дайте фонарь! Они расстреливают нас, мирных обычных людей. Посмотрите, они бомбят целые кварталы, в которых мы просто живем с детьми. Они бьют по школам, по детским садам. С кем они воюют? С кем? Кому они что хотят? Какую власть им еще нужна? Они ее уже взяли военный путем. Так сколько можно? Оставьте нас в покое! Всегда виноваты мирные жители и люди. Они страдают за что? Сами того не понимая, пока власти там проблемы решают. Мирное население страдает, по ним стреляют. И как ни в чем не бывало, люди просто так погибают. Не зная правил этой игры, мы как пешки. А власть это дамы и короли. Куда нам до них? Мы простые смертные. Они решают, кому жить, а кому умереть. Они судьи в этой игре. Они создали эти правила. А граждане кровь свою проливают и родных теряют. Так зачем, скажи, бороться? Ведь рано или поздно можно на врага напороться. Просыпается фашизм и нацизм. Так грядет война. Пора готовиться к чему, только пока непонятно. Но в Украине такие дела творятся, что нам в страшных снах не снилось, как блокада Ленинграда. Да нет свободы у людей и нет спокойной жизни. Остановись, не делай этого, ведь ты тоже человек. Но нет, он уже фашист и террорист. Его цель уничтожить все, что движется. И попадая под ресурс снайпера, медленно глаза закрывая и падая на землю. Вечный сон погружается тот, кто попал под обстрел. И нет ничего не святого, нет ни правды, ни истины. Есть власть, деньги и проблемы. Есть игра под названием «Война», в которую играют власти, прикрываясь молодыми солдатами и людьми. По новостям все говорят о том, сколько было убито человек, кто принимал участие и что было обезврежено и захвачено. Но нам не все равно, остановите этот бой, прекратите стрелять в тех, кто не виноват. Сколько уже потрачено нервов, слез и сил, но бесполезно. Если началась такая стихийная буря событий, то будь готов к войне, сын. Это тебе не компьютерная игра, где можно возродиться. Тут если ты стреляешь, то прямо в цель врага попадаешь, и оружие не покупаешь. Ты просто жизнь свою отдаешь и теряешь все, что было. Война – это не игра. Война – это стрельба, взрыв гранат. Война – это боязнь, страх и слезы родных. Война – это негра. Война – это стрельба, взрыв гранат. Война – это боязнь, страх и слезы родных. Слезы родных. На ночь, на